всем привет я как предприниматель долго учился убеждать клиентов прямым способом то есть объяснял им что это важно не только мне но и им и даже всему человечеству я приводил множество доказательств и примеров рассуждал и выстраивал стройные логические цепочки и с нормальными людьми это как правило проходило но иногда попадались упрямые клиенты которые мою логику и доказательства не воспринимали несмотря на действительную выгоду предлагаемой мною сделки то есть вели себя как дети которым объясняешь что это действительно им нужно и полезно но они будут делать и тебе и себе на зло и меня вдруг осенило ведь они ведут себя именно как дети и тогда я начал вспоминать как я поступаю со своими детьми когда мне необходимо заставить их делать то что им нужно для развития но без насилия насилия я не приемлю хотя и понимаю его необходимость и неизбежность во многих случаях и не только в воспитании детей но и в воспитании многих взрослых до которых добрые слова не всегда доходят может быть даже больше именно взрослых для тех кто в танке помните хорошую американскую поговорку про то что доброе слово и кольт намного убедительней просто доброго слова но с детьми мне всегда везло ни разу не ломал их не заставлял делать что-то через силу в случае злостного упрямства я всегда действовал от противоположного я начинал убеждать их ни в коем случае не делать то что им действительно полезно действовала безотказно особенно если подключить еще игру на детской жадности да простят меня мои дети сынок не ешь эту кашу а то нам с мамой не достанется тут же начинает уплетать за обе щеки доченька включи громче телевизор а то нам с мамой здесь другой комнате плохо слышны твои мультфильмы на полную громкость тут же максимально убирает звук дети нам с мамой так не хочется спать поразвлекайте нас пожалуйста стишочки там всякие порассказывайте и желательно подольше а то что-то не спится тут же спать ложатся сынок пачка и рви одежду сильнее момент так нравится и стирать и штопать и сильнее ломать свои игрушки чтоб другим детям не достались ты что-то плохо ломать стал последнее время доченька ты только ни в коем случае не учись читать а то тебе станут завидовать в саду а это очень плохо зависть у людей вызывать лучше быть тупой и вызывать у них жалость и сочувствие поэтому брось ты этот свой букварь и так далее не знаю насколько это педагогично но срабатывало железно поэтому в разговорах с упоротыми клиентами я начал применять этот же метод ведь что такое упрямо взрослый это тот же ребенок по-настоящему взрослый человек должен быть настойчивым а не упрямым то есть воспринимать доказательства и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств они тупо стоять на своем даже во вред своим собственным интересам на эту тему есть хороший анекдот когда два мужика стоят на мосту и спорят один говорит стрижено а другой брита 1 5 стрижено другой брита стрижено брита и первый вдруг случайно падает в воду начинает тонуть и просит другого о помощь тот ему скажи брита а он нет стрижено 2 снова брита тот не сдается стрижено 2 5 брита и первый уже уйдя с головой под воду высовывает руку из воды и все равно показывает пальцами ножницы поэтому таким клиентам в начале переговоров я подробно и убедительно рассказывал о преимуществах предлагаемой сделки потом видя их сомнения вдруг что-то вспоминал задумывался и начинал рассуждать может быть это им действительно не надо переходя от нейтральных мыслей вслух к убедительным рассуждением об этом и под конец соглашался что это им действительно не нужно и начинал прощаться как правило это срабатывало да простят меня мои клиенты за и зоизуитство вот такая вот семейная история про детское упрямство и взрослые деловые переговоры всем пока вау ащук эсдэ пишет вам эссе жизни рок-н-ролл вау ащук эсдэ